Здравствуйте, мои дорогие друзья! Вот я в Александрове, и я еду в Александровскую Слободу. Приглашаю вас составить мне компанию. Будет очень интересно. Когда-то Александровская Слобода был центр нашей Родины при Иване Грозном. Строительство Александровской Слободы связано с именем царя Василия Третьего. В 1505 году он основал здесь дворец, который служил в загородной резиденции по образу и подобию популярных тогда европейских резиденций. А вот в 1564 году сюда переезжает Иван Грозный, и Александровская Слобода на целых 17 лет становятся столицей Руси и центром опричины. Иван Грозный приказал собрать самые ценные сокровища, церкви и государственную казну, приближенным боярам забрать с собой семьи, и вместе с армией они отправляются в Александровскую Слободу. Иван Царь основал здесь своего рода монашеское братство, в которое вступил весь его опричный корпус, а сам он стал игуменом. Царь звонил в колокола, служил в молебен. Опричина – это личный удел Ивана Грозного, отделенный от страны с государственным аппаратом и собственным войском. Период опричины сопровождался репрессивными мерами – конфискацией имущества в пользу государства, борьбе с возможными изменниками в среде бояр. Этот период ознаменовался и массовыми казнями знати. Отсюда Иван Грозный управлял Московскую Русью, здесь принимал иностранных послов и направлял войско в захватнические походы. Ой, у нас чайки улетели, уже почти все не шумят, а вот они, где у нас чайки-то. Смотрите, это набережная перед монастырем Александровским. Александровский Кремль. Центр был Руси при Иване Грозном. Здесь свадьба всегда происходит. По прошествию смутного времени на престол избирается Федор Михайлович, первый из династии Романовых. Александровская слобода сразу же теряет свое столичное значение. В это же время по указу царя здесь организовывается монастырь для женщин, которые оказались в бедственном положении после смуты. Так в 1650 году зародился святый Успенский монастырь, действующий поцерковь. Сегодня жаркий день такой. И решу, куда же я сегодня пойду. Ансамбль Вспенского монастыря. Вспенская церковь, домовый храм, великая княгиня царица, трапезную палатку. Вот мы находимся с вами в трапезной, которую пристроили к домовой церкви царицы. Здесь перенесены основные артефакты. Хочу показать, какой был потолок. Конечно, все никогда не было белого цвета. У нас на Руси очень любили все украшать. Но со временем вот слои такие получились. Так, давайте я вам покажу сначала здесь интересное. Это портрет Ивана Грозного. Форсуна. Форсуна. И, кстати, в те времена, когда их рисовали, то не стремились делать прям вот один к одному совершенно точно портрет, потому что это считалось даже греховно. Поэтому это все общий облик. Ну, потому что писали, это так и было. А вот, кстати, восстановление самого Ивана Грозного. По-моему, Герасимов делал по костям его. Посмотрите, вот какой он был на самом деле. Ну, народный мужчина. Плечи не могу сказать, что сажень. Но вот такой вот. С носом, который мы знаем, с горбинкой. Борода. И вот посмотрите, какие кольчуги он одевал. Какие кольчуги в те времена были. Это на голову. Так, а мы все-таки пройдем в домовую церковь. Естественно, вот как я уже говорила, она не была такой белой. Но размер ее вот примерно, да, вы видите. Она небольшая, совсем небольшая. Здесь какие-то вот есть иконы. Спас в силах Иоанн Златоуст. Посмотрите, какой огромный Евангелий на престоле. Я даже не знаю, чтобы вы поняли. Размер. Серебро здесь. Сплав медный, сталь, чеканка, посеребрение, позолочение. Ну, вот билет. Вот можете представить сравнение, какое огромное. Обратите внимание на полы. Какие красивые полы. И на самом деле, вот какая даже была церковь, можно здесь посмотреть, потому что убрали все наносные черты. И вот видно, что, видите, какие здесь очень красивые фактуры. Фрагменты обходного этой галереи. Вот. Красота. Даже цвета немножко остались. Но цвета мы очень любили яркие всегда. Вот здесь тоже можно посмотреть, видите. Не все так вот, как выглядит было. Намного интереснее. Ну, а вот здесь вот, если вы помните, царство опричины. Здесь опричники. Перенес сюда, Иван Грозный, свою столицу. И разделил ее между земством и опричиной на две части. Ну, вот здесь вот были опричники. Если вы помните, вот их возглавлял Малюта Скуратов. Вот на этой картине Вот мы видим Малюту Скуратова. Кстати, можно посмотреть, видите. Ну, вот изображение самого Ивана Грозного. Конечно, более позднее. В старые времена висели вот такие часы солнцем. Солнце не двигалось, а двигались циферблаты. И здесь было определенное количество считалось дней. Сколько часов в день, сколько часов ночь по временам года. В июне, например, 17 дневных часов, 7 ночных. А в декабре наоборот. Ну, более точные часы уже потом. И если вы помните, когда сюда пришел Иван Грозный, то он вообще очень верующий был человек. И вот он даже здесь был схимником. Опричиной обязательно ходил на богослужение. Он ходил в специальной рясе, бил в колокола, клал поклоны. Вот как в основном здесь показано, были разрисованы всегда и церкви, и покои. художники очень хорошие. Когда двор перенесли сюда, то здесь были печатные станки первые. Иван Грозный показывали. Вот это старый печатный станок, на котором все эти книги и печатали. Где-то 1531 по-моему год. Если я не ошибаюсь. настоящий псалтырь того времени отпечатанный здесь 1577 год в Коже. Вы знаете, что Иван Грозный был очень начитан у нас мужчина. И у него была замечательная библиотека, которая славилась на весь мир. Она ему досталась от бабки Софии Палеолог. Или Палеолог, не помню точно ударение где. права пожалуйста. Посмотрите, это филонь, как богато расшита одежда. Просто сказочно. Посмотрите, какая красота. сергия. Филонь это верхняя одежда священнослужителей, используемая во время богослужений. пуговица, которую мы видели в 15-17 век. Посмотрите, какие были огромные пуговицы. Просто сказка. После смерти своего сына он покидает, Иван Грозный покидает Александровскую Слободу и уезжает в Москву. разочаровался перед этим в опричниках, перед тем, как уехать. Вот посмотрите, каждый в своем стиле. Здесь повторяющихся очень мало. Очень красивые изразцы. Всегда изразцы это вот наша знаменитая культура всегда славились русские изразцы. Необыкновенно красивые. изразцы. Поехали. Поехали. Как везде.